МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Мишустин заявил о необходимости наказания для тех, кто демонстрирует легкомысленное отношение к карантину. В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены соответствующие поправки. Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярные чартерные авиасообщения с другими странами. Исключение составит рейсы для вывоза россиян из-за границы. Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса. Приказ об этом подписал глава Министерства образования и науки Валерий Фольков. Итальянская полиция с помощью дронов контролирует соблюдение гражданами карантина. За нарушение режима самоизоляции назначают крупные штрафы. Сенат США одобрил антикризисный план МЕР. Согласно документу, на поддержку экономики страны и помощь американцам, пострадавшим от коронавируса, выделят 2 триллиона долларов. Неделя вне очередного отпуска для всей страны. Важные дела отложены на апрель. Общенародное голосование о поправках в Конституцию пройдет позже. Новая дата не определена. По мнению коммунистов, эти предложения президента, заявленные в обращении к нации, своевременные и правильные. В КПРФ также отметили, что сейчас, как никогда востребованным, должен стать советский опыт организации масштабных противоэпидемических мер. Успехи, которые Советский Союз имел в преодолении подобного рода опасности, угроз, борьбе с эпидемиями, они как раз объяснялись самыми масштабными мерами профилактики. То, что в следующей неделе объявлено нерабочее для большинства, это решение совершенно правильное, справедливое, адекватное. В КПРФ комментируют также пакет экономических предложений Владимира Путина. По мнению коммунистов, президент был вынужден перед лицом эпидемии объявить о внеочередных мерах поддержки населения. Выплаты на детей до трех лет, продление всех социальных льгот на полгода, ипотечные кредитные отсрочки – все эти предложения защищают именно рабочий класс, а также малый и средний бизнес. Коммунисты подчеркивают, в последние 30 лет власть всегда поддерживала банковский сектор и крупные корпорации. А тут такой неожиданный поворот. Вообще-то задумаемся. Это надо было наступить к коронавирусу, чтобы страна узнала, что вот эти вот многие миллиарды долларов, которые выводятся за рубеж, да, они обкладывались по 2% за счет этих всех серых схем. Спасибо, Владимир Владимирович нам открыл глаза. Нам говорили, что нельзя отменить для малоимущих 13% подоходного налога. А вот для жирных котов он, оказывается, существовал. Ну, а сейчас им поднимут якобы до 15%, но это тоже не общемировая. Общемировая – 35-40%, как и предлагала КПР. В Компартии отмечают, что самыми эффективными в борьбе с эпидемией коронавируса оказались именно страны социалистического блока – Китай, Вьетнам, Куба. Этого не мог не заметить президент России. Да и опыт Советского Союза показывает, что дорогая для государства, но общедоступная и качественная медицина в критические моменты становится настоящим спасением для страны. Жители Уфы при поддержке КПРФ встали на защиту территории санатория «Зеленая роща». Он – один из немногих во всем Поволжье – специализируется на реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инфарктники, инсультники проходят реабилитацию именно в этом санатории. И если его уменьшат, закроют или еще каким-то другим образом реструктуризируют, надо полагать, это не лучшим образом скажется на реабилитации тех людей, которые пережили эти заболевания. Земля, где расположен санаторий «Зеленая роща», муниципальная. Власти Уфы отдали ее в руки частных застройщиков. Здесь планируют возвести элитные коттеджи нового микрорайона. Положенных по закону слушаний по вопросу застройки в городе не провели. Слушаний не было общественных. Общественное мнение жителей микрорайона и прилегающей территории, то есть Новиковка, на той стороне Менделеева, тоже никто общественное мнение не спрашивал нас, как мы к этому относимся. Конечно, мы будем тщательно разбираться, по каким законодательствам они хотят пролезть сюда. Законно ли вот это все? На территории Уфимского санатория «Зеленая роща» расположены останки поселения эпохи Мезолита. Здесь уникальная экосистема – немало растений и животных, занесенных в Красную книгу. При поддержке башкирского отделения КПРФ горожане намерены добиться придания этим землям статуса особо охраняемой природной зоны.